Во время Оона стоял Иоанн и двое из учеников Его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий!» Услышав от Него слова сии, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обративших и увидев их идущих, говорит, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави, что значит учитель? Где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли, увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около девятдесятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Иоанн, ты наречешься кифа, что значит камень Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из Вевсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему, Нафанаила говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя, Филипп, Когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты видишь, потому что я тебе сказал, Я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему, «Истина, истина, говорю вам, Отныне будете видеть небо отверстым И ангелов Божиих восходящих И нисходящих к Сыну Человеческому». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня воскресный день совпадает с Днем памяти Апостола Андрея Первозванного. Вот этот апостол нам традиционно, мы считаем, что нам особенно близок, потому что наша Церковь, она имеет преемство именно от него. Предание говорит о том, что именно он основал кафедру, византийскую кафедру, от которой потом пошел Константинопольский патриархат, и, соответственно, христианство было распространено уже и на территории Руси. В Руси издревле считалось, что Андрей Первозванный не только проповедовал в Скифе, в Северном Причерноморье, как, в общем-то, говорят и другие источники. Но у нас ходят то ли легенды, то ли исторические предположения, что он был на месте нынешнего Киева, потом дошел до Валаама. Но так это было или нет, мы наверняка никогда не узнаем. Никаких действительно исторических данных об этом нет. Но, тем не менее, это тот апостол, от которого восходит наша иерархия. Потому что, если взять любого священника и проследить цепочку во рукоположения, то, скорее всего, мы придем к апостолу Андрею, к первой епископу Византии. Евангелие нам очень мало говорит о личности святого Андрея. Он не входил в ближний круг апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Но он был первым. Он был одним из первых, кого Иисус призвал. Причем, как мы видим из сегодняшнего отрывка, он подошел сам к нему после того, как Иоанн указал на Иисуса. И подошел он, и другой молодой человек, который был его другом, апостол Иоанн. Вот они подошли, простодушно совершенно спросили. Учитель, где ты живешь? То есть, ну, мы про Иоанна знаем, что вот он опал, что как о будущем апостоле любви, что он действительно и впоследствии там очень трогательно любил Иисуса и был его любимым учеником. Но, видимо, они, вот эти два друга, они были в чем-то похожи. И Андрею сразу же, ну, вот как дети поступают, вот что-нибудь хорошее узнают, ну, куда они бегут? Идут там к папе, маме что-то рассказывать. Он добежал к старшему брату. И сказал, мы нашли его, мы нашли Мессию. Это один эпизод, который вот как-то характеризует апостола из Евангелия. А второй, на самом деле, подобен ему, он только это подтверждает. Вот я сейчас предлагаю просто вот на Евангелие посмотреть не как вот богословы, не как исследователи, там, вот просто как читатели. А еще один эпизод был вот в том самом случае, когда Иисус проповедовал перед большим количеством народа, и, ну, просто вот, в конце концов, встал вопрос, а надо бы на самом деле вот подкрепиться, потому что люди давно уже сидят, и недалеко от города им нечего есть. И тогда вот произошло чудо умножения хлебов и рыбы. Ну, как об этом говорит Евангелие? Андрей подошел к Иисусу и сказал, тут у одного мальчика есть пять хлебов и две рыбы. То есть, вот, либо он сам этого мальчика нашел, потому что он был склонен к общаться с детьми. А может быть, наоборот, ребенок, вот, дети же, они безошибочно, вот, видят людей таких вот добрых, которые, ну, ребенок точно знает, что если я подойду к этому взрослому, он будет ко мне расположен. Ну, как ты это чувствуешь? Это вот он из всех, вот этих двенадцатых человек выбрал одного. Это как-то характеризует Аккуста Ла Андрея, как человека такого вот, ну, тонкой душевной организации, там, вот, может быть, там, в чем-то трогательном, в чем-то романтичном. И вот такой человек, он стал, неудивительно, что он стал одним из любимых святых на Руси, потому что вот про наш народ многие говорят, и писатели, и приезжие какие-то люди, что он, на самом деле, трогательный, он по-детски доверчивый. И на самом деле, да. Вот нам, наверное, действительно, такому апостолу мы и тянемся, вот такой вот святой, такой покровитель, вот нам действительно и нужен. Ну, давайте вот мы теперь уже повернем в плоскость, вот посмотрим на себя, потому что любой христианин, на самом деле, он же продолжатель дела апостолов. Вот нам, может быть, надо задуматься над тем, что вот те люди, непросвещенные, которые находятся вокруг нас. Ну, они, на самом деле, ждут от нас, наверное, что-то вот такого, какого-то вот такого поведения, такого вот трогательного, немножко, вот, немножко, может быть, даже в чем-то детского, равного им. Вот. Но дети – это все-таки вот большая территория риска, потому что дети, они, на самом деле, верят многому. Их очень просто вот испортить, им их просто обмануть. И по истории нашей страны мы видим, как вот трудно, на самом деле, приходилось людям. Потому что много раз говорили, что вот Русь была крещена, она не была просвещена. Стремление, порыв к чистой жизни, к духовной жизни, есть у людей, мы это видим. И всегда это было. Это отражено и в нашем искусстве, и в нашем литературе, и в фольклору, и в народном творчестве. Ну, надо быть честным, надо людей учить действительно Христу. А не тому, не всему тому, что сейчас вот с экранов телевизоров идет и из уст некоторых церковных деятелей, в мирах, к сожалению. Было просчитанное Евангелие, вот как кто-то сказал, нашему народу преподается, и, в общем-то, скорее идет речь о каких-то там, о какой-то территориальной экспансии, там даже не культурной, не говоря о том, чтобы христианской. И сегодня вот как раз хороший случай, чтобы помолиться Богу и апостолу Андрею, чтобы он нам дал силы и возможности, и разумения, и понимания, вот как правильно свидетельствовать, как правильно доносить до людей Слово Божие. Вот как правильно сделать так, чтобы вот люди, обращаясь ко Христу, действительно становились христианами, чтобы это для них был не какой-то такой символ ложного понят, а действительно это любящий Бог, спаситель душ, всех душ, которые живут на этой земле. Аминь.